Девушки отдыхают Добрый день всем. Добрый день, Олег. Добрый день, Светлана. Добрый день, кировчане. Разворот на бизнес продолжает свою работу, но у нас есть подозрение, что и наши двери тоже закроются во время карантина. Посмотрим, уйдем ли мы на каникулы с программой «Разворот на бизнес» или продолжим свою работу в мае и в июне этого месяца. Тем не менее, не удивляйтесь, если вдруг и у нас возникнет перерыв. Итак, мы решили поговорить сегодня о сфере общепита. И прежде всего мы будем говорить о заведениях такого рода, как кафе, рестораны и клубы. Почему мы взяли эту тему за те, кто вообще привык посещать эти заведения, кто любит общепит, кто любит выходить в кафе, рестораны, общаться с друзьями, приятно ужинать, обедать и завтракать. Они, конечно, с тревогой следят за новостями, которые публикуют владельцы этих заведений, говоря о том, что мы закрылись. Ну вот, в частности, очень эмоциональный пост был в ВКонтакте от Андрея Несвятая культуры гостеприимства. Это сеть кафе, ресторанов. Сегодня попробуем с Андреем тоже проговорить. Начинается так, фабрика больше не откроется никогда. Может быть, когда-нибудь в другом виде локации, несомненно, с топовым качеством, наша команда снова замутит нечто в ВАУ. А пока мы прощаемся, причем на тех, на рейве диска и всем, чем только можно. Плачем на тех, на рейве диска и всем, чем только можно. Ну вот это самое начало этого поста. И такова ситуация, как мы там повыясняли, коснувшаяся многих. Причем мы эту тему отчасти брали уже, и не так давно у нас Петр Кочетов, это сели-поели, выступал в эфире, рассказывал о том, что они все-таки думают и есть несколько вариантов развития событий, готовятся там и к среднему, и к худшему, и так далее. Четыре сценария, говорил Петр. Да, но как бы то ни было, пока сценарий неутешителен, и пока у нас карантин продлен был до 28, если я не ошибаюсь, апреля в области, да, или до 26 апреля, но все говорит о том, что пока мы не подошли даже к пику, заболеваемость распространения COVID-19, и, скорее всего, он будет продлен, и это значит, что снова неопределенности, снова непонятно, когда же у нас учреждения общепита смогут уже работать, принимать посетителей, ну и иметь хоть какой-то доход. Я сейчас объявлю регламент нашей сегодняшней работы. Нужно сориентировать наших слушателей. Ну, во-первых, 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. И вопрос у нас к вам, слушатели, следующий. Если бы были введены меры, такие, например, как в Китае, мы здесь рассказывали, у нас было включение из Китая, три недели назад Вера Власова выходила, наша коллега с нами на связи, что заведения общепита могут быть открыты, если мы будем соблюдать меры предосторожности. И что касается клиентов, это вход по 2-3 человека не чаще, рассадка через столик и обслуживание официантов в перчатках и в масках. Такое было. Заведения в Китае не закрывались, даже во время самого строгого карантина с плотной санитарной обработкой. Ну, наверное, исключаете области, где это действительно... Нет, именно и в самом... И Охань тоже. Да, и там тоже. А сейчас они совсем открылись там. Ну, вот я сейчас про это говорю, что если бы разрешили открыться, но с ограничительными вот такими мерами, пошли бы вы в кафе? 211-101. Это первый вопрос. Вот сейчас будем обсуждать в этом часе с вами, слушатели. Второе. У нас сегодня пять спикеров в эфире. Ну, во-первых, мы должны представить Ивана Полушкина, который здесь с нами в студии на расстоянии двух метров от каждого из нас. И мы точно так же сидим здесь. Иван Полушкин, управляющий и совладелец бара «Конструктор практик». Иван, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. По телефону с нами будут Илья Редькин, директор сети кафе «СП Каньон», Андрей Несвятаев, культура гостеприимства, та самая фабрика, еще куркума, сулугуни, арт-кофейня, вкусно-блин. Во втором части, а мы работаем два часа традиционно в развороте на бизнес, мы будем подключать Ольгу Сантакову, директора кейтеринговой компании «Оля-ля», и Павла Дорофеева, депутата Законодательного собрания Кировской области, владельца сети столовых. И все общаемся по телефону, кроме вот нас троих, которые находятся сейчас в студии. Итак, первый вопрос. Мы сейчас будем связываться с Ильей Редькиным, но первый вопрос все-таки Ивану с коротким ответом. Иван, вы не собираетесь выпустить такой же релиз, как это сделал Андрей Несвятаев? Конструктор практик закрылся навсегда. Ну, буквально пару недель назад была такая идея, мы тоже всякие сценарии рассматриваем, но пока мы приняли ситуацию, рассматриваем более положительные сценарии, и пока не собираемся, в общем. Пока не собираетесь? Пока не собираетесь. Хорошо. Вы понимаете, почему Андрей выпустил такой релиз и принял такое решение с коллегами? Да, я понимаю. В принципе, ну, рассказать нужно о чем-то или как. Я просто сто процентов знаю, что фабрика – это такой хороший, имиджевый, классный проект для них. Но он очень, наверное, затратный. Там большое количество и персонала, затрат на операционной части. Поэтому, наверное, он как первый пошел, так скажем, ну, как говорится, первый пошел. Потому что он самый сложный, наверное, поэтому. Так, первый пошел. Вот это хорошее тоже замечание насчет первый прошел. Пошел, мы обсудим. Сколько еще дальше будет? У нас есть первый звонок. И на связи Илья Сергеевич Редькин, директор Сити-кафе СПК «Неон». Добрый день, Илья. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вчера состоялось, начнем с самого, наверное, основного. Вчера состоялся такой круглый стол, совещание с министром экономического развития Кировской области, где участвовали как раз представители вашего бизнеса. И вы, я так понимаю, были одним из инициаторов этой встречи. Вот, чего ожидали от общения и ожидали ли чего-то? То есть, инициатива, коль скоро она исходила от предпринимательского сообщества, наверное, были какие-то запросы? Ну, мы больше всего ожидали, наверное, какой-то определенности, что будет ли какая-то поддержка от региональных властей, потому что федеральная программа более-менее понятна. Другие регионы начинают включать дополнительные инструменты поддержки. В Кировском регионе пока таких больших поддержек мы не видим. И это была такая первая рабочая встреча. Я думаю, что мы будем в любом случае их продолжать. Они нужны. И самое главное, что власть открыта и готова с нами общаться на вопросы и проблемы, которые у нас есть в данный момент. Значит, Наталья Кряжева, министр соответствующего ведомства, была на связи. И вы сказали, Илья, что хотели понять, когда и какие меры поддержки включат региональные власти, потому что в других регионах они уже есть. Не могли бы вы нам несколько таких мер поддержки, которые в других регионах применяются, назвать? Ну, один из ярких примеров – это Нижегородская область, где предоставлена из местного бюджета компенсация на выплату заработной платы в размере минимальной оплаты труда предприятиям, которые согласны оказывать социальные виды услуг во время простоя. То есть это вплоть до дезинфекции подъездов, до уборки территорий. То есть некие социальные работы, если сотрудники выходят, они получают компенсацию за счет бюджета региона. И, конечно, в условиях того, что сейчас весь персонал сидит дома, не работает, и особо никаких финансов и дополнительных доходов у них нет, эта денежка им бы не помешала. При этом эта сумма не облагается НДФЛ, она полностью на руки, как озвучено вместе с региональным коэффициентом. Помимо этого, в Ижевске, например, в Удмуртии изменена система налогоисчисления на 2020-2021 год для пострадавших регионов, для пострадавших отраслей, это изменение упрощенного налога с 6% на 1% и с 15% доход минус расход на 5%. Ну, то есть это достаточно серьезные крупные меры, которые очень сильно привлекают внимание другие регионы, предприниматели других. Да, у меня сразу вопрос по этим двум пунктам. Вы говорите, что, например, Нижний Новгород предложил и принял такое решение, что рестораны, кафе, бары могут переориентироваться на другие виды услуг, вплоть до того, что персонал может мыть подъезды, дезинфицировать, я имею в виду, подъезды и так далее. А ваши сотрудники на такие пошли бы работы? Вы обсуждали это с сотрудниками? Вы знаете, я думаю, что если будет такое предложение для предпринимателей, то дальше уже каждый предприниматель со своей командой будет понимать, интересно им в это вписываться или неинтересно. Даже если не все на это пойдут, что, соответственно, не повлечет больших затрат из бюджета, то те, кто пойдут, это будет вынужденная мера, потому что другого выхода нет. Далее во многих постах, что касается сотрудников, во многих постах, которые я читала у предпринимателей, люди писали, что народ увольняется, потому что нужно кормить семью и уходят на другие работы. На какие у меня вопросы в ситуации коронавируса? У вас какая ситуация? У вас уходят люди? На какие работы они в данный момент идут? Что предлагается? Торговые сети, наверное, такси? Да, конечно. В первую очередь это такси, это ритейл. Причем большое спасибо ритейлу за это. Они сами выходили к нам с предложениями, федеральный ритейл с предложениями, что давайте мы возьмем время на ваших сотрудников, пока коронавирус, и реально очень многие ушли. И сейчас вопрос федерального распоряжения о том, что нам положено выплата в размере МРОД на каждого сотрудника при условии сохранения рабочих мест встает ребром, потому что у нас сотрудники сами уходят по собственному желанию. И мы не вправе их держать в этом смысле и уже рассчитывать на какую-то федеральную поддержку, на эту вот программу о том, что компенсацию убытков в размере МРОД на каждого сотрудника при условии сохранения 90% штата мы уже точно не можем рассчитывать. Здесь нами Иван Полушкин, он как раз говорил только что, что скорее всего это ритейл и такси, но я не очень тогда поняла в этой схеме, каким образом сохраняются ваши рабочие места. То есть что значит временно принять? Гипотетически мы понимаем, потому что судя по... Да, знаете, это на словах так временно, то есть на подработке. Ну а где... Мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временного. Где гарантии того, что вот люди даже устроились там на какие-то другие места? Во-первых, непонятно, как их сохранять на своих рабочих местах, если они временно где-то трудоустраиваются. И во-вторых, нет гарантии, что они вернутся, правда же? Конечно, точно нет никакой гарантии. Да, то, что временно, скорее всего, очень часто и постоянно, ну, возможно, для ребят, которые уходят от нас, так скажем, это какое-то новое начало, возможно. Но, с другой стороны, у некоторых просто нет выхода. То есть, ну, в большей части все-таки те, кто из общепита работают там, не знаю, работали официантами, барменами и так далее. Ну, то есть, линейный персонал. Все-таки, в основном, планирование финансовое, оно у них очень краткосрочное. То есть, там, вплоть до дней. Оно отсутствовало, да? Оно, да. От зарплаты до зарплаты, что называется? Ну, то есть, да. Нет, мне кажется, от чаевых до чаевых. Да, скорее, от чаевых до чаевых, да, ежедневное, скорее, планирование, поэтому тут по ним особенно, как бы, ударяют. Поэтому, я думаю, что на многие такие вот работы вполне бы пошли, ребята. Что касается второго пункта, о котором вы говорили, Илья, приводя в пример Ижевск, мы теперь все время приводим в пример Удмуртию, это изменение системы налогоисчисления, в частности, снижение налога с 6% до 1%. Вот, еще раз напомните мне, пожалуйста, какой налог с 6% на 1%. Упрощенный. Упрощенный налог. Упрощенный налог. Наверняка вы этот вопрос задавали министру вчера, когда общались. Да. Мы, собственно говоря, тоже в прошлом развороте на бизнес задавали. За две недели, видимо, ничего не изменилось. Здесь, какова была мотивация, ну, что сказали, во-первых, точно нет, или мы рассматриваем этот вопрос, и какие были пояснения? Ответ был, по крайней мере, сформулирован, потому что до этого мы его не получали. Ответ был такой, что на данный момент это вопрос несрочный, так как уплата налога будет в 2021 году, и вроде как у нас сейчас есть еще время на то, чтобы заниматься более срочными вопросами, более срочными мерами поддержки. Хотя для бизнеса очень важно понимать, какую затрату по налогу он несет в настоящий момент, и какой размер налога будет уплачен по итогу 2020 года. Это хорошая история про то, что это не очень срочный вопрос. Да, совершенно верно. То есть история про то, что мы не можем планировать и до коронавируса у нас уже была, да, горизонт планирования. Мы просто по-разному думаем. Органы думают по такому, мы думаем иначе. То есть у нас планирование может быть на год, на полугодие, на три месяца, на месяц. То есть не срочно, а для нас мы все равно же это закладываем, все эти налоговые моменты. Поэтому странно это даже звучит. А тогда, хорошо, давайте тогда себе представим мотивацию удмуртских властей, почему они решили, что это вопрос срочный, и надо было объявить о снижении налога по упрощенке. Прямая мотивация, мне кажется, предпринимателя. Так, прямая мотивация предпринимателя, говорит Иван Павловский. Ощущение поддержки, мне кажется. Плюс это, конечно, да. Придать уверенности, да, хотя бы, чтобы вот это... Придать уверенности, да, что бизнес будет существовать. Потому что мы реально понимаем, что еще май-июнь, в случае, если нас не открывают, мы там выживем. А вот вопрос июля уже открыт прям жесткой ребром. Но если налоги, это все-таки оплата, которая предстоит в будущем, то было бы для понимания просто радиослушателей, а какие затраты вы несете сегодня, не находясь в рабочем состоянии, то есть чем живете сегодня и что является основным временем? Ну, во-первых, далеко не все предприниматели договорились по поводу арендных платежей. У нас есть ситуация, когда нам арендодатель сказал, вы платите мне 100%, это были ваши риски, и вы обязаны платить по договору. Никакого форс-мажора нет. У вас все помещения в частной коммерческой аренде нет государственного, муниципального имущества? Да, все частные коммерческие. С кем-то получилось договориться, с кем-то получилось договориться на отсрочку, с кем-то получилось договориться вообще вплоть до обнуления, до одного рубля. Мы несем затраты по коммунальным услугам. И, что интересно, сказали не отключать, сказали поддерживать бизнес ресурсоснабжающим компаниям, но мы получаем по-прежнему письма о том, что мы выезжаем на отключение. Но, извините, у нас сейчас нет средств, у нас нет оборотных денег для того, чтобы мы оплачивали коммунальные платежи. И мы этот вопрос тоже с правительством поднимали. Но что нам сказали, все рассматривается в индивидуальном порядке. Мы несем колоссальнейшую затрату на зарплату, гигантскую, потому что сотрудники не работают, а мы платим. Тогда зачем создавать бизнес? Давайте просто каждый будет платить своим сотрудникам. Вот это очень непонятная ситуация. Ну и, естественно, большие убытки по продуктам, которые мы понесли. Мы храним очень большие запасы. Мы вынуждены были это списать сейчас все, раздать сотрудникам. Там самим съесть. Но хранить это нет возможности. Могу по себе тоже сказать. В принципе, у всех вся затратная часть, она примерно одинаковая. У всех примерно одинаковая проблема. Так как не вводят эту ситуацию, мы остаемся плательщиками по договору. Мы всем все должны. Но это же, опять же, тут человеческий такой фактор играет. То есть вот у нас с арендодателем как? Мы пока без какой-то письменной формы просто встретились и сказали, давай, апрель мы просто не будем ничего платить. Так как повестка дня каждый день просто меняется, по часам буквально. Мы отложили этот разговор на начало мая. То есть что будет в мае, мы будем дальше разговаривать. Часть мы будем покрывать. Откроемся мы в мае? Конечно, не откроемся. В июне, дай бог, там что-то начнется. Это вопрос то, что касаемо аренды. То, что касаемо зарплаты сотрудников, да, тоже. Вопрос, самое главное, еще поставщиков. То есть вот большая часть, конечно, не все все понимают. И устные договоренности существуют, и письменные, там, большая часть понимает. Вот у нас был момент с электричеством. То есть буквально в марте я позвонил поставщику электричества, Геровин Энергосбыт, да, заявил о том, что у нас спад выручки там 40%, вот, оплатил там часть электричества, после чего мы созвонились уже в апреле, я говорю, вот, ребят, у нас как бы совсем все, нас закрыли, мы не можем платить, у нас оборотов сейчас нет, мы его только держим на фото. Вот у меня целая стопка писем, я вот уже развожу вторую неделю всем. Вот, ну что они сказали, у нас есть договорные обязательства, у нас плановое отключение 15 апреля, поэтому вот сейчас мы стоим обесточенные, у нас разморожены холодильники, у нас не работает пожарная сигнализация и охранная, в том числе. Хотя, точно так же вот говорили, что вот нужно поддерживать там предпринимателей в плане того, что... Ну, видите, это тоже коммерческая организация. Которая тоже, она поставила продукты, ей нужно получить средства, то есть здесь либо государство должно вписываться и каким-то образом компенсировать... Да, я говорю о том, что не со всеми получается договориться. Вот, с электричеством не получилось, с остальными вроде пока неплохо. Да, у нас остается буквально две минуты до перерыва. У меня еще один такой вопрос. Илья, мы задавали в начале нашего эфира нашим слушателям тему, приглашали их звонить по телефону 211-101, и сейчас приглашаем. Тема следующая. Когда мы связывались с Китаем несколько недель назад и спрашивали, как у них дела, нам рассказывали, что в Китае общий ПИД был открыт, но были введены специальные меры. Ну, понятно, дезинфекция и все, что вы по регламенту должны делать, делали. Но люди могли приходить в кафе, в рестораны, в бары, не больше, чем по 2-3 человека, рассаживали через столик, ну, и официанты, соответственно, обслуживали в масках, в перчатках и так далее. И люди приходили, и заведения продолжали работать. Такое предложение звучало ли со стороны представителей вашей сферы бизнеса? Можно ли его принять сейчас или позже? Ну, касаемо данного предложения, мы задавали вопрос вообще, о какой существует план, порядок открытия предприятий, кто выходит в первую очередь, кто выходит во вторую. Потому что для нас абсолютно непонятно, почему высокая посещаемость в магазинах считается безопасным, а заведения, которые постоянно дезинфектируют все поверхности и реально очень жестко следят за своей санитарией, вынуждены стоять в простое. Проходимость кафе в среднем в день – это от 100 до 200 человек. Проходимость магазина продуктового – тысяча человек в день. Скажите, где вероятность перекрестного заражения больше? Наверное, все-таки в магазине. Плюс общественный транспорт еще. Конечно, общественный транспорт, который ездит полностью, там заполнен. Наверное, открытие кафе какую-то критичную картину сейчас не сделает в плане распространения вируса. Конечно, мы готовы соблюдать все нормы и требования, и мы это говорили правительству, что давайте, пожалуйста, рассматривать нас как отрасль, которая готова открываться среди первых. Потому что нас закрыли первых. Если нас откроют еще и последним, то тогда, наверное, мы будем самой пострадавшей. Вместе с туризмом отрасли понесем колоссальные убытки, и процентов 80 не откроются просто. Илья, но в любом случае, я так понимаю, что даже работая сейчас, вы вряд ли работали бы на… Скорее всего, это было бы нижней рентабельности. То есть это даже на покрытие текущих расходов. При условии, что это очень небольшое количество людей и достаточно большие затраты на санобработку и средства дезинфекции уходили бы. Ну вот поймите, я на данный момент взял кредитов, да, часть из них беспроцентная, которые предоставили по культуральной программе на 6 миллионов рублей. И вопрос, когда я откроюсь, и придет время платить эти кредиты, мне проще было бы сейчас обороткой эти средства выдавать сотрудникам или все-таки кредиты брать? Наверное, все-таки обороткой. Поэтому если бы хоть какая-то оборотка была, мы бы могли существовать. Потому что за нами еще стоят куча поставщиков, которые пока, слава богу, терпят и не требуют с нас оплат старых накладных. Но как только в первый день мы откроемся, я представляю эту кучу звонков, что ребята, вы же открылись, давайте платите. И это будет, конечно, страшно. Вот тогда наступит настоящий кризис. Спасибо. Илья Редкин, директор сети кафе «Сканьон» был с нами по телефону. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим. 211.1 номер телефона прямого эфира. Вопрос слушателям. Ходили бы вы сейчас, в данный момент, в кафе, в рестораны и бары, если бы они ввели специальные меры ограничения на вход и обслуживали бы соблюдением норм безопасности в смысле санитарии. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем. Да, осторожно, двери закрываются, так назвали мы сегодняшний эфир. Посвящен он проблемам отрасли в первую очередь «Харикан», то есть кафе, рестораны, бары, которые, к сожалению, сейчас закрыты для посетителей в связи с ситуацией с коронавирусом, с распространением эпидемии. И в том числе Светлана уже упоминала о том, что есть страны, в том числе Китай, где, принимая невероятные усилия, меры безопасности, все-таки кафе продолжали работать для небольшого количества посетителей. Справедливости ради надо сказать, что, например, в Великобритании они были закрыты. Вот мы это тоже видим по постам наших коллег, которые сейчас живут в Великобритании. В Великобритании, которая до последнего не хотела вводить режим самоизоляции и карантина, и все-таки пошла на этот шаг, и даже премьер-министр уже отболел коронавирусом. И говорили мы с Ильей Редькиным, он рассказал о том, как прошла вчерашняя встреча с министром экономического развития, и о том, что все-таки как минимум есть открытость власти, хотя каких-то мер, серьезных мер поддержки на региональном уровне пока не принято. И хотели бы нашего гостя, Ивана Положкина, наверное, спросить, вот какие из мер, которые... Вы участвовали вчера в разговоре в этом? А, нет. Не участвовали. Я сегодня прочитал. Что могло бы вам действительно помочь? Илья также упоминал о том, что Илья Редькин, владелец сети СПК не он, а о том, что он воспользовался как раз беспроцентными кредитами, которые банки в настоящее время по госпрограмме выдают пострадавшим отраслям для выплаты зарплаты, покрытия каких-то, ну, таких текущих вещей. Воспользовались такой мерой поддержки. И что, на ваш взгляд, могло бы при сегодняшнем состоянии, при закрытии, помочь вам открыться через... Ну, когда карантин будет снят? Точно не кредиты. Ну, я вообще не за это, потому что когда-то их все равно нужно будет отдавать, а если не получится открыться, если мы не откроемся. То есть вот Илья сказал, что 6 миллионов, да, он взял на сотрудников там. Сейчас еще, возможно, есть наоборотные средства. Но вот реально повестка так быстро меняется, что мы не успеваем даже следить. Но пока ни одна мера поддержки как бы в открытую до нас не дошла. То есть нам бы точно, что помогло, это сохранение фонда оплаты труда каким-то образом. То есть вот у нас есть официально устроенных 5 человек. Пусть они будут получать минимальную оплату труда. То есть мы сейчас изыскиваем фонды, мы занимаем деньги, ищем эти деньги сами. То есть вот у нас, условно, месяц прошел, наша подушка, она... Все, ее нет. То есть в общепитии, в принципе, так и устроено. То есть 2-3 недели максимум месяц, примерно такое планирование, потом просто деньги, ну, как бы их нет. Вот. Поэтому сейчас мы сами платим ребятам. Вот это точно бы нам помогло. Потом какой-то официальный контроль по поводу вот этой всей арендной истории. Потому что аренда, это для нас, ну, блин, для нас это 15-20%. Ну, тут еще ведь очень важный, почему важный очень момент про аренду. Потому что общепит, для общепита точка, где находится заведение, это чуть ли не самое важное. Вот локация плюс менеджмент, персонал плюс вкусная еда. Там с едой, окей, если только не поезжают все повара там, да, куда-нибудь. А с менеджментом, ну, если владельцы сами ставят менеджмент, вот они и остаются. А локация, если она уйдет из неспособности платить аренду и невозможности договориться с арендодателем, вот это будет труба, потому что тогда, когда все откроется, и на рынок хлынут те, у кого еще останутся деньги, а ты уже не сможешь быть в этом месте, но это все, это практически крах. Потому что найти другое место такое, которое находится в центре, там, например, находится на хорошо проходных улицах или в красивом... Конструктор практик не совсем в центре, да, но это... Как, а где, вот. Это рядом с нами буквально, Олег, театральная площадь. Я из баром инженер. Исторические центры, исторические центры и очень любимое молодежью место, креативное пространство, кроме того, что это бар вообще-то, да, там много лекториев проводится, концертов и прочее, прочее, прочее. Но потеря места — это труба просто. На самом деле. Поэтому аренда очень важна. Поэтому очень... Если я правильно понимаю. Ну да. Я вообще за то, чтобы, на самом деле, просто людей поддержали. То есть в моей голове все устроено как? То есть для того, чтобы все это дальше существовало, во-первых, да, государство должно показать, что мы нужны. Они, как бы сейчас получается, что показывают, но пока ни одна мера вот за этот месяц не дошла до нас. Напрямую реально не дошла. Вот. То есть должна прямая быть поддержка, без процентов, без каких-то кредитных историй, просто проверкой, не знаю, там, насколько благочестивая организация, там, и выдача им каких-то возможностей оборотных средств. Плюс для того, чтобы у населения была какая-то тоже, тоже населению точно нужны какие-то средства для того, чтобы поддерживать вообще просто спрос, покупательную способность людей. Для этого всем будет повеселее, так скажем. Самое главное, чтобы было просто людям не грустно. Ну, у меня вот интересно, что касается населения, там, где такие меры приняты, это в частности США и Германия, для того, чтобы поддержать этот платежеспособный спрос, если бы у нас была принята такая мера поддержки, возможно, она и будет. То есть мы пока не знаем, и те 12 тысяч, которые даются людям, которые потеряли работу, в принципе, это тоже такая мера поддержки. При закрытых сегодня кафе, ресторанах, барах и различных других учреждениях культуры и искусства, понятно, что люди понесут эти деньги куда? В ритейл, да, скорее всего. То есть они все равно до вас не дойдут в данном случае. Ну, у меня такое просто предположение, да, они пойдут туда. Это дойдет до наших сотрудников хотя бы. Людям просто будет повеселее, потому что главное сейчас вот не падать духом, людей как-то поддерживать, потому что люди просто... Вот у меня ребята, сотрудники, они в основном студенты, они разъехались там, кто-то в Сыктывкаре живет, вот как раз в Ужевске, вот. Самое главное — это поддержка. То есть потому что ребятам важно, что всех вместе собирают, что я вот, ну, что мне не все равно, что у них происходит, там, мне действительно не все равно. То есть мы проводим в зуме совещания какие-то каждую неделю. Вот, мне кажется, это очень помогает. У нас есть на связи Павел Дорофеев, депутат законодательного собрания, владелец сети столовых. Павел, добрый день. Да, добрый день. Павел, скажите, пожалуйста, вот сначала вопрос к вам, как к владельцу сети столовых. Вы как ощутили на себе вот это смутное время? И я знаю, что часть столовых у вас все-таки работает. Как выходите из ситуации? Ну, на самом деле ситуация тяжелая, как и у всех. Все предприятия у нас были закрыты. Вот буквально с этого понедельника мы открыли несколько предприятий у нас в формате еда на вынос. Ну, честно скажу, там выручка, если в стандартном дне у нас там было около 100 тысяч рублей в день, там 50-100, 150 тысяч, то сейчас выручка полторы-две тысячи в день. Конечно, она абсолютно несопоставима с тем, что было. Павел, прошу прощения, ну, просто это такой порядок цифр, который представить даже себе сложно. Можно полторы-две тысячи? А как это выглядит? Кто заказчик и что заказывает? Ну, на самом деле, вот я говорю, вчера в столовой там всего был на вынос, доставка на дом, а один заказ. Надо понимать, что все же это разные бизнесы. Ну, если опять же брать доставку еды, так как многие сейчас говорят, в чем проблема перейти на доставку, так у нас сейчас все занимаются доставкой. Но надо понимать, что эта ниша частично уже до этого была занята. Ну, и у людей денег меньше становится. А так это различные офисы, которые в районе находятся, которые готовы у нас там заказать еду, прийти в термите забрать. Плюс еще, Паш, еще бэкграунда не было. Вот когда организация открывает доставку, и люди не ассоциируют ее вообще в принципе с доставкой, то есть когда нет бэкграунда доставки, так скажем, какого-то прошлого. Это практически выйти в новую нишу, в новую отрасль. Все равно вот старт, он все равно должен каких-то денег стоить, там, рекламных и так далее. Поэтому, ну, это не всегда выход. Скорее, это даже такой, нужно рассчитывать тут для всех, для каждого случая отдельно. Давайте так, Павел, что вас заставило выйти на этот рынок, и что вы там предлагаете, и логично, как тогда вы распространяете информацию, что вот вы открыты к доставке? Ну, со своих социальных сетях, раз, во-вторых, в пабликах в социальных сетях, в коммерческих, ну, в принципе, и наружная реклама, афиши, баннеры о том, что теперь работаем в таком-то формате. То есть потратиться пришлось и на это? Это ведь немалое... Да, конечно, конечно. Ну, я вот сам, например, в понедельник там ездил, вешал баннеры, там уже экономим даже, не вводим на работу разнорабочих, там заказывал стекла, которые там, перегородки, экраны, чтобы сделать формат окна. Да, я тоже все средства, расходы, конечно, они, может, не такие большие, но при оборотке там... Правильно ли я понимаю, что вот такие меры, это не просто временная история, раз вы за это беретесь и вкладываетесь, это практически освоение нового рынка? Ну, я бы так не сказал, мы все равно надеемся, что все восстановится, это больше поддержание работы, чтобы и персонал в первую очередь, там, я сейчас даже не говорю о том, что там, сохранить им фонд заработной платы, конечно, такими выручками это нам не поможет. Для того, чтобы просто люди не ушли там, никуда не нашли новую работу, хотя бы каким-то образом их задействовать, чтобы они не потерялись, так как ведь формировать штат, и не просто, и раньше было, а сейчас, потерять его за этот период, как потом восстановиться, это тоже большой вопрос. Я думал, почему Илья, вот, когда говорил, что они берут кредиты, там, на выплаты заработной платы, я думал, что тоже у ребят там основная проблема, если потерять коллектив штат, как его потом набрать заново, это, я думаю, будет очень непросто. У вас-то штат, вы стараетесь сохранять или все-таки людей отпускаете, если есть какая-то возможность найти другую работу? Ну, на самом деле, пытаемся сохранить, и люди хотят остаться против нас, чтобы мы их сохранили. Поэтому, да, у нас уже желание всех сохранить и в будущем продолжить работу в том же состоянии. Так, то есть закрываться вы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе не собираетесь сейчас? Ну, знаете, это сложно сейчас что-то предугадывать, если эта ситуация продлится еще 3-4 месяца. Вы знаете, у меня вообще позиция такая, что, ну, так вот, если немножко уйти от темы, я иногда оставлю на место там правительство, себя, и вот думаю, ну, как бы, например, я, наверное, в этой ситуации поступил, конечно, они тоже хотят, наверное, там, понять, что будет происходить дальше, возможно, минимизировать. Да, спасибо, у нас есть еще только полторы минуты, а очень важно использовать вашу позицию депутатскую. Да, второе ваше, может быть, не менее важное амплуа, это депутат, являясь депутатом ЗАГС Собрания, органом представительной власти, какие-то меры вы на законодательном уровне в Кировской области обсуждаете ли, в частности, партия «Справедливая Россия» предлагает ли какие-то меры дополнительной поддержки этой сфере бизнеса? Да, на самом деле, от нашей партии мы написали письмо уже и на председателя правительства с рядом предложений, мер. Вот одна из мер – это поддержка финансовая всех жителей страны, и я считаю, что эта мера абсолютно правильная, потому что даже если наши сотрудники получат какую-то финансовую поддержку, то как минимум даже мы с ними сможем уже больше договориться. Это на уровне председателя правительства Российской Федерации, а на уровне региона? Нет, на уровне региона разрабатываются различные меры поддержки, но все равно все идет с федерального центра. Нет, нет, нет. Нет, есть возможности на уровне региона что-то сделать. Нам приводили пример Нижнего Новгорода и Ижевска, Илья Редькин. Что наши законодатели разрабатывают? Ну, подождите, на законодательное собрание эти вещи не разрабатывают, их разрабатывают правительство Кировской области. Мы свои приложения туда вносим, но вот я говорю, на сегодняшний день все меры, которые есть в Кировской области, они в основном идут с федерального центра. Да, мы это видим. Так почему не возмущаются наши законодатели региональные? Мы возмущаемся, мы возмущаемся. Я выступал 9 апреля на тренажном заседании. Я считаю, что реальных мер поддержки сегодня нету. Мы вас слышали, а остальные чего? Ну, я думаю, что остальные рано или поздно тоже начнут высказываться, потому что это потихоньку подбирается каждому, не только предпринимателю, и депутату, и конечному потребителю. Поэтому, я думаю, все покажет время. Да, 10 секунд, и все-таки время, конечно, покажет. Но считаете ли вы позицию депутатов в законодательном собрании в отношении поддержки бизнеса сейчас по активной или нет, она соответствует реалиям времени? Ну, я считаю, что она соответствует, но в любом случае, еще раз говорю, что все меры поднимают правительство Кировской области. Моя рабочая вопроса надо... Правительство и федералы. Спасибо. Спасибо. Время первого часа подошло к концу. Мы прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. И вернемся с темой «Осторожно, двери закрываются». Как чувствует себя общепит в Кирове в начале следующего часа. Субтитры создавал DimaTorzok